Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И тема сегодня нашего разговора – дети-мигрантов в средней школе опыта Татарстана. И гости, с которыми мы об этом поговорим – директор средней школы номер 13 города Казани Овчинников Сергей Николаевич и руководитель научно-образовательной лаборатории «Миграционная педагогика» Института психологии и образования Казанского федерального университета Харудинова Резидар Рафаэльевна. И я хочу сразу объявить нашим зрителям, что эта программа приурочена к стартующему в Казани очередному международному форуму по педагогическому образованию. Международному форуму и тема образования детей-мигрантов, мультикультурного образования является одной из основных этого форума. Традиционно уже одной из основных. Школа, средняя школа, русская татарская школа номер 13 города Казани неформально считается такой мигрантской школой. Школой, где достаточно большой процент детей, которые очень часто имеют сложности с русским языком. То есть вне зависимости от того, это может быть граждане страны, получившие гражданство, это может быть дети-неграждане страны, которые приехали на работу, но проблема-то она существует. И чем мне нравится Сергей Николаевич, и почему его пригласили, особенно поэтому. Обычно это воспринимают как проблему. Сергей Николаевич, это тот директор школы, который из проблемы сделал фишку. Фишку своей школы. Вот его школа такая, и она известна в этом качестве, и как пилотная площадка, по обкатке каких-то методик, техник работы с такими детьми. И, видимо, в том числе получает за это плюшки, на самом деле. В виде репутации, в виде внимания своего. А репутация и внимания, она всегда привлекает и новые методики. И вот наши представители Казанского федерального университета, которые изучают эту тему, они очень плотно сотрудничают с вами, именно потому, что вы не воспринимаете эту дополнительную серьезную нагрузку на учителей, на инфраструктуру школьную, в качестве, не в качестве проблемы. Точнее, не только в качестве проблемы, но и в качестве возможностей. Это вот особенно ценно вас, как в нашем сегодняшнем собеседнике. И у меня по этому поводу вопрос. А 90-е годы, нулевые годы, десятые годы и нынешние годы, чем отличаются? Вот этот, условно говоря, 90-е годы поток, да, неожиданный, шок и трепет. Вот шок и трепет прошел? Для учителей, для вас, для... Ну, в конце 90-х я еще не возглавлял эту школу. Я начал эту школу возглавлять с 2003 года. И вот, наверное, как раз с 2003 года был очень большой на полу мигрантов. Большим на полу мигрантов. Но это, наверное, проблема не только 13-я школа. Я думаю, что это... Она даже не проблема, а как бы количество мигрантов. Не только в моей школе, везде, сейчас во всех школах процент растет мигрантов. Проблемы, проблемы, они... Основные проблемы — это сознание языка, языковой барьер, языковой барьер. Но самая главная задача была создание среды в школе, благоприятной среды, чтобы этих детей воспринимали так же, как и детей коренных, скажем так, народов. Поэтому над этим... Это, наверное, самая тяжелая была проблема. Это вот как раз в 2003 году, когда не всегда были, ну, скажем так, доброжелательные отношения к ним. И самая основная задача была — это создание вот этой вот среды доброжелательной. Она и была создана. А то, что ко мне идут дети-мигранты, чаще я слышу, например, приходят из других районов совершенно, там, да, я говорю, почему вы идите в свою школу рядом? Нет, вот мы хотим, чтобы вот наш ребенок, чтобы к нему относились так же, как это, чтобы он учился у вас. Мы знаем, мы наслышаны. Мы вот, пожалуйста, нас возьмите. А так, с конца 90-х, с 2003-го по и сейчас, в общем-то, наверное, особо ничего, таких сложностей не было и нет. Надо просто видеть в ребенке не национальность, наверное, у детей вообще нет национальности. Есть ребенок. И тоже какая разница, ребенок мигрант, как он там, мигрант он, ребенок или коренной. Он ребенок, он точно такой же ребенок, как и любой другой. Он же не сам приехал сюда к нам в Казань. Не по своей воле, Сева приехал. Значит, сложились так обстоятельства у его родителей. Вы сказали создать среду. Как вы создаете среду? И чем ваша школа отличается? Мы начинали, да, это вот мы долго с моим заместителем по воспитательной работе, с коллективом работали, думали, как вот это вот все, чтобы. И пришли, начали потихонечку проводить, например, скажем, день национальной поэзии. Когда ребенок своей национальности, он там, например, ингуш или грузин, кореец, азербайджанец, узбек, одевает свой национальный костюм и читает стихи своих поэтов. Какое-то стихотворение сначала на своем языке, а потом в переводе на русском. Кроме этого, проводим такие же фестивали, проводим национальные песни, национальные кухни. И самое больше всего детей сплачивает, это совместные спортивные соревнования. Когда дети не делятся, они все в одной команде, и вот эта вот команда, и создается команда. И дети тоже смотрят, и все готовятся, все. Это ведь не обязательно, что только на русском языке, пожалуйста, на татарском языке, на чувашском языке, на марийском языке. Но любой национальности, которая есть в школе, 39 национальностей обучается в нашей школе. А процент, ну скажем, приезжих? Ну, давайте определимся сразу. Вот приезжие, я вот тут тоже послушал, что значит приезжие и мигранты. Вот это вот слово мигрант. Дело в том, что вот это вот, то, что мы чаще называем детей-мигрантов, которые уже с российским паспортом. Вот те дети, которые, как вы сказали, в начале двухтысячных, они приехали, они уже выросли, их уже следующее поколение пришло, они все с российскими паспортами. Другое дело, другое дело, что с этими детьми все время проблема с русским языком. Потому что, например, если первое поколение приехало, оно вообще русский язык не знало, то сейчас уже второе поколение пошло, они говорят по-русски, но они путают. Говорить на русском и знать русский язык, это две большие разницы. Вот в этом, наверное, проблема. Да, на учителей нагрузка русского языка, ну, вообще язык это основа. Если язык не идет, это, вон, всю цепочку тянет. И математику, и все остальные предметы. А как вы работали с учителями? Потому что я понимаю, что это та нагрузка, которая очень серьезная нагрузка, которая сильно отличает от школы, где таких нагрузок нет. Я понимаю, что обращаюсь к телезрителям, у нас будет некоторые сложности с терминологией, потому что, вот уже объяснили, дети-мигранты, это не обязательно не граждане России. Не граждане России, да, совершенно верно. Наверное, даже будет точнее, я даже не знаю, какое слово подобрать, мультикультурное, ну, пока обозначим дети-мигранты. Кстати, сейчас идут споры по поводу терминологии. Да, это споры мы не решим сейчас наше студии. И, вы знаете, даже вот, наверное, дети-мигранты, это не совсем правильное такое определение. Это, наверное, в коеме неправильное. Да, немножко с таким негативным, да, отрицательным каким-то активом. Да, 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 отрицательным сразу с такой негативным. Поэтому никакие они не мигранты, они дети. Ну, за рубежом их называют «дети с миграционным фоном» или «дети с миграционной историей». О, прекрасное название. Давайте вот попробуем придерживаться сейчас. Да, давайте. Это как-то слух не режет во всяком случае. Дети с миграционным фоном, дети с миграционной историей. Есть учителя, которые или сознательно, или, скорее всего, вынуждены с ними работать и подвергаются дополнительным нагрузкам, которые нет у тех учителей, которые не работают с такими детьми. Как вы свой коллектив отбирали, чтобы эта ваша школа стала, ну, в каком-то смысле, примером? Ну, трудно сказать, подбирали. А сейчас вообще голод кадровый. И подборка бывает чаще не до жиру, да. Но в каждой школе, в каждой школе есть костяк. Есть вот этот вот стержень, на который налипает остальное. Вот эта вот основная ось, вокруг которой и все остальные объединяются. Это учителя уже, ну, скажем так, со стажем. Со стажем, которые уже поработали, которые пережили и 90-е годы лихие, и все остальное. Поэтому есть такой вот костяк и среди математиков, например, у меня и учителя русского языка, и математики, и биологии. И вот эта вот ось, которую скрепляют весь коллектив. А вообще все начинается с начальной школы. Совершенно верно. С начальной, именно с начальной школы. И начинали мы тоже в школе работать по этому вопросу с начальной школы. Если с начальной школы, вот, первый, второй, третий, класс, четвертый, потом уже идет это как по накатанной. Вот, то есть ставится работа, ставится работа это в начальной школе. То есть начальная школа это фундамент любой школы. Резарфальна, сейчас продолжение этого вопроса. Вот вы отслеживаете педагогов, их отношение к работе с детьми, с мигрантской историей. Уже на протяжении около 10 лет, наверное, да? Или много лет? 6 лет. 6 лет. Ну, это приличный срок. Скажите, меняется отношение, какое отношение и меняется ли оно? Какое оно было там условно 6 лет назад, сейчас? Какие тренды там есть? Ну, в целом бы я сказала, что отношение учителей к мигрантам положительное. Я говорю на опыт Татарстана. Мы изучаем Татарстан, учителей Татарстана. Хотя у нас были исследования и учителей Москвы, и Московской области. Поэтому в основном получили положительные результаты. То есть педагоги, они не разделяют действительно Сергей Николаевич прав на своих и чужих детей. И поэтому стараются, преодолевая все трудности, сложности работы с ними, все-таки их учить и добиваться хороших результатов. Но проблема в том, что в нашей стране это все держится на энтузиазме администрации школы, учителей. А на государственном уровне вот такой централизованной поддержки школы, к сожалению, не получает. Потому что Россия относится как раз к числу тех стран, где вот таких государственных адаптационных программ финансирования, подготовка специалистов для обучения вот таких приезжих, учащихся, не владеющих русским языком, такой поддержки государственной нет. Это не только в нашей стране. Допустим, нет государственных программ интеграции мигрантов в Великобритании, в ряде других европейских стран. И поэтому вся работа держится на школе. Тем не менее, модели интеграции учащихся мигрантов, они в России были, и можно сделать экскурс в историю этнокультурного образования. Если мы вспомним советскую школу, 90-е, 2000-е даже годы, были национальные замечательные школы, да, где были, применялись методика изучения русского языка как неродного, были разработаны программы, да, специалистов готовили, учебные пособия, методические пособия для этих школ специально разрабатывались. Были этнокультурные школы, или школы с этнокультурным компонентом, азербайджанские, грузинские, еврейские и так далее. Там тоже дети могли обучаться как русскому языку, так и своим языкам. Вот. К сожалению, сейчас таких школ все меньше и меньше становится, поскольку считается, что такие школы неэффективны на сегодняшний день. В 2000-е годы, когда вот в Московской области, в Петербурге, в Ленинградской области очень много появилось мигрантов в школах, пытались решать проблему, создавали школы русского языка. Школы русского языка, которые финансировались, также специалисты готовились для этих школ и разрабатывались программы учебные пособия. И они достаточно успешно много лет работали, и через эти школы много учащихся прошли, и дальше в дальнейшем они уже в общеобразовательных школах вполне проходили успешную адаптацию. Но на сегодняшний день эти школы в Москве тоже уже исчезают. Они были бесплатными. Даже если одна-две школы существуют русского языка в Москве, они уже на платной основе. Это, видимо, связано как-то с оптимизацией, с сокращением финансирования. И как сегодня школы в России работают? Во-первых, модель адаптации детей с миграционным фоном сейчас самая успешная какая-то – инклюзия. То есть детей, не владеющих языком, плохо владеющих языком, помещают в обычные классы, в языковую среду, где они учатся по общим для всех учащихся программам. Ну, тут предполагается, безусловно, и дополнительная работа. То есть во многих школах платные кружки организованы русского языка. Редко в каких школах бесплатные кружки, потому что учителям же тоже надо платить за их работу. Ну, как правило, там тоже работают учителя русского языка, учителя начальной школы, да, но нужны специалисты, потому что все-таки иностранных учащихся, не владеющих языком, должны учить учителя, которые владеют методикой преподавания русского языка как иностранного. И не каждый учитель русист, даже самый лучший русист в школе, еще этой методикой владеет. Резидор Рафаэльевна, вот вы начали ответ на мой вопрос со слов, что учителя, ну, не сказали с радостью, но сказали, что относятся хорошо к детям с миграционным фоном. Вот, нас могут послушать учителя реальных из жизни. Они не скажут, что Резидор Рафаэльевна лукавит? Ну, безусловно, есть разные учителя. Вот про разных учителей. За свою школу могу гарантировать. Я уверен, но 13-я школа, это случайно уникальный. Резидор Рафаэльевна, я понимаю, что вы изучаете, в том числе, глубинные, проводите глубинные опросы учителей, и какие тревоги у них есть, связаны именно с работой с детьми с миграционным фоном, с миграционной историей. Это ведь тревоги, которые, конечно, у каждой работы, у каждой профессии есть свои, как бы, нагрузки, тревоги, страхи, да, не то, что им не нравится, нравится. Но вот у таких учителей, их же наверняка и тоже свои есть, вот свои фишки. Что говорят учителя в глубинных опросах? Какие, на что они указывают? Какие проблемы? Хотят ли они в этой сфере работать? Если у них будет выбор, условно говоря, идти в школу с высоким процентом детей с миграционным фоном, и в школу, где таких нагрузок нет, что они выберут? Вот есть подобные исследования? Таких исследований нет, но я знаю ответ. Конечно, они пойдут в обычную школу, где нет учащихся мигрантов. И не потому, что там у них какие-то определенные негативные отношения к ним. Извините, я опять-таки назвала мигрантами, но давайте приезжим. Работа с приезжими детьми, да, она не так проста, да, даже если есть желание с такими детьми работать. Но все-таки, еще раз повторяю, для этого владеть надо определенными методиками их обучения. Вот, и мы говорим, вот в московских школах до 50% мигрантов, в Подмосковье, да, до 80% мигрантов в школах сидят. Это огромная проблема. Но даже если у нас в нашем регионе мигрантов меньше в школах, до 5, от 1 до 5, до 7 максимум, но даже если сидит один ребенок-мигрант, это уже проблема для учителя. Особенно если он не владеет языком. Он приехал из другой страны, где совершенно другие стандарты обучения, да, у него совершенно другой уровень обучения. Как этого ребенка адаптировать, как его готовить к итоговым экзаменам, это огромная проблема. Но, тем не менее, такого ребенка сажают в класс, и учитель с ним работает. Есть разные мнения учителей. Мы проводили как качественные исследования, так и количественные исследования. Качественные исследования — это интервью учителей. 20 человек мы опрашивали. И далее проводили уже сплошной опрос. 1516 учителей Казани и Республики Татарстан в этом опросе участвовало. И поверьте мне, у меня есть данные статистики, вот они лежат передо мной. Но сейчас этот опрос был проведен совместно с нашим Министерством науки и образования. Отношение к детям-мигрантам, учителей Республики Татарстан, в большей степени положительное. В большей степени положение. Это данные статистики. Но если мы говорим, тут все-таки немножко есть разница, если к детям учителя относятся хорошо, то по отношению к родителям их мнение меняется. Потому что они часто в проблемах детей, в том, что они плохо учатся, плохо посещают школу, создают какие-то проблемы в классе. В этом обвиняют родители. И в том числе то, что они мало занимаются детьми, то, что сами не владеют языком, то, что не могут помочь. Все-таки в российской школе учителя всегда опираются на помощь родителей. Это у нас традиционно. Вот, например, в Америке не так. Это и есть адаптация. Да. Это и есть адаптация, господа. Воспитательный вопрос и обучающийся вопрос, их невозможно разделить. Это единая система. Только совместными. Это единая система. Конечно, работа с родителями, работа с родителями, с работой с учащимися, например, коренных, которые прибыли из других республик, она отличается. Она, конечно, совершенно разная. Там у родителей совершенно другое видение на воспитание детей. Поэтому и наши учителя, когда сталкиваются с этим, им кажется, да, когда доходит вопрос к отношению родителей, вот им кажется, что родители там недостаточно там занимаются и так далее, и так далее. У них, как вам сказать, другое видение мира. У них другое видение на воспитание ребенка. Какое? Какое? Ну, как вам сказать? Здесь можно говорить это в студии или нет? Вот мы сталкиваемся, ну, ежедневно с какими-то такими вопросами, которые, ну, если учитель молодой только пришел, а он его вообще в шок приведет, да? Ну, например, скажем, у многих родителей, приезжих из республик, ну, там, я не буду называть из каких, да, скажем, физическое наказание ребенка – это обычное явление. То есть это нормально, это нормально, а я говорю, ну, как вы мне запретите воспитывать моего ребенка? То есть правильно понимаю, что учитель, требуя от ребенка и, например, ставив плохой балл, ставив плохую оценку, знает, что его будут пороть? Могут, могут, он не знает, он не знает, но могут. Поэтому и в этом вопросе надо очень быть деликатным. И перед учителем стоит моральный выбор, так, я привык ставить оценки. Нет, не моральный выбор, просто, как я все время говорю на всех педагогических советах, учитель – это человек публичный. И когда вы что-то разговариваете с родителем, вы должны взвесить каждое свое слово. Потому что за каждым вашим словом могут быть очень разные действия родителей. Адекватные не очень. Да. Поэтому, когда разговариваете с родителем, в первую очередь думайте о ребенке. А уже потом, что вы хотите сказать родителям. Многие таких. Я в этом не ответил, не сказал, не упомянул об этом по кадрам, когда начали говорить. И, вы знаете, я могу сказать, что у меня сейчас работают два учителя начальной школы. Один из Таджикистана, второй из Узбекистана. То есть вы такой выход находите, да? Да. Я долго ждал, думал, все равно ко мне приведут ребенка, родители которых учителя. Мне нужен учитель именно оттуда. И я все-таки нашел. И не одного, а двух сразу. И они оба. Одна работает, ведет просто ГПД. Пока это первый год. А второй учитель у меня уже в третий класс у нее. Она на следующий год уже первый выпуск свой сделает. Правда, она работала в военном городке. И учила детей и своих, и детей наших военнослужащих, которые проходят службу в этой республике. Но опыт колоссальный. И, во-первых, и для нас огромный опыт. И есть чему поучиться. Это может быть выходом подобное... Как это подобрать? Рекрутинг оттуда. Специалистов. Как-то университет подобные вещи... Почему я спрашиваю про университет? Вы, конечно, Резафаревна, не можете отдуваться за весь университет. Я не понимаю. Но сейчас в программе вот этой международного форума педагогическому образованию там масса делегаций из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Просто вот они едут и интересуются, слушают. Условно говоря, нет ли каких-то задумок о том, чтобы звать, звать учителей оттуда со знанием языка адаптированных, которым будет намного проще лечить? Они же и у нас есть. Только вот у меня студенты были. С КФУ мы им показывали урок русского языка с детьми, как раз-таки, где выбрали специальный класс, где процентов 20 детей-мигрантов. И на этом классе учитель наш показывал урок. И студенты, я так понял, они были все тоже мигранты. Они студенты, и я, когда закончился урок, я говорю, когда закончите, приходите, мы вас с удовольствием встретим. Будем очень рады, если вы будете трудиться. Здесь они уедете туда, к себе на родину. Среди наших студентов, да, педагогических специальностей, очень много сейчас как раз выходцев из стран Центральной Азии, Северного Кавказа. Я, конечно, не знаю, останутся они у нас здесь или уедут к себе. Но если останутся, это будет большим подспорьем. Мне глаза, как у них горели, ребята. Это будет большим подспорьем. Как они мне понравились, если честно. Они прямо аж, я не знаю, готовы были аж, но это... Они дышали этим уроком. У них каждое движение учителек, каждого ученика. Вот нас настолько заинтересовались. Мне настолько понравились эти студенты. Я думаю, вот, скорее бы они пришли. Резидар Федоровна, вот вы в своих исследованиях наверняка отмечали какие-то вещи, которые учителям, нашим обычным учителям нравятся в детях с мигрантским фоном, мигрантским происхождением. Какие вещи нашим учителям нравятся в этих детях? И помимо языка, есть еще масса... Да, проблемная зона, сложная зона. Но у них есть какие-то особенности, которые, возможно, нравятся. Или там просто... Такое... Сложность языка, это сложное, и все, я лучше стороночку отойду. Вот что... Поличных качеств. Да, что практически опыт говорит об этих вопросах. Опять же, опираюсь на результаты опроса. Я уже говорила о том, что отношение учителей к учащимся с миграционной историей, оно в большинстве своем положительное. И что отмечают учителя? В первую очередь, они говорят о том, что это очень дети дисциплинированные, хорошо воспитанные. То, что это дети целеустремленные. То, что родители их настраивают хорошо учиться, потому что понимают, что это возможность изучить язык, получить здесь хорошее качественное образование, а в дальнейшем уже и работу, и возможность жить в нашей стране. Поэтому родители своих детей настраивают. Также есть мнение, что дети приезжие гораздо более уважительно относятся к учителю, готовы выполнять все его поручения. Во всем ему стараются помочь. С огромным почтением относятся и к своим родителям, а вообще в целом к старшим. Это тоже очень подкупает наших учителей. И несмотря на те трудности, которые выпали на их судьбу, все-таки эти дети стараются учиться. Стараются учиться. И порой учители отмечают, что они даже добиваются больших успехов, чем наши дети, которым не приходится преодолевать такие трудности. То есть они более жизнеспособные. В продолжение по поводу этого. У меня был ученик лет 8 назад. Ко мне зашел в кабинет молодой человек. Прекрасно владеет русским языком. У меня, говорит, сын, у меня жизнь так сложилась. У него мама татарка. Но при родах она умерла. И я его отвез к своей матери в Таджикистан. В какой-то там деревне. И вот сейчас после 7 класса его привез. Он, говорит, ни слова по-русски не знает. Я помню, как он закончил Кисии. То есть он работает инженером, главным инженером на стройке. То есть вообще такой положительный герой и все прочее. Я говорю, ну давайте попробуем. И вот мы его начали учить. И вы знаете, в 11 классе он написал стихотворение на русском языке. И прочитал его на выпускном классе. Учителя рыдали. Это было что-то. В этом стихотворении было все. И первый его испуг. И все переживания, которые он пережил. И как он благодарен. Школе. Как он благодарен этим учителям. Вот это, наверное, и есть самая высшая оценка учителя. Если мы даже одного такого ребенка выпустим, он уже тоже. Закончил уже тоже Кисии. Иногда приходит. В школу. Поэтому это... Ну это богородный труд. Дорогого стоит. Это дорогого стоит. Это богородный труд. И, наверное, ради этого стоит работать. Ради этого мы ходим на работу. Вот смотрите. Учащиеся с миграционным фоном. Это ведь вопрос, проблема не только нашей страны. Вообще практически все развивающиеся страны, развитые страны или экономически успешные страны, они сталкиваются с такой проблемой. Поток мигрантов. Мир открыт. Если... Это, в первую очередь, вопрос, наверное, к вам, Лиза Рафаиловна. В мире пример системы образования таких детей, работы с такими людьми, которые вы считали, назвали бы эталонным. И в чем оно заключается? И потом такой же вопрос будет вам, Сергей Николаевич. Я уже говорила, что Россия относится к числу стран, где нет государственных программ поддержки детей и мигрантов. Но, допустим, можно привести как положительный пример опыт Германии. Опыт Германии, где есть вот эти централизованные программы интеграции детей и мигрантов. У них, ну, просто, наверное, выхода другого нет. Потому что огромное количество мигрантов в свое время из Сирии, сколько беженцев было в Германии. Поэтому эту проблему они должны были оперативно решать. Они решили ее или нет? Решили. То есть там проблема сейчас... То есть у них есть, да, у них есть приветственные адаптационные классы, где эти дети проходят языковую адаптацию, да, и дальше по результатам тестирования их уже определяет общеобразовательная школа. То есть там целенаправленная работа ведется в этом направлении. Таких примеров много. В Америке это уже давно сложилось. То, что есть... В Америке там какой-то националисты? Она, да, мигрантская. Это мигрантская страна? Да. В Канаде также есть примеры удачной интеграции детей с миграционной историей. Болгария. Вот в Болгарии мигрантов не так много, зато у них есть свои проблемы с внутренней миграцией, например, как они их называют, романы, или, видимо, это цыгане. Цыганск, да. Турки, да, очень тяжело интегрируются в местное сообщество, но у них тоже есть такие адаптационные классы. То есть, живя даже в этой стране, ребята не владеют языком. И вот для них создают специальные классы языковые, для того, чтобы готовить уже их к основной системе обучения в школе. Я по-другому вижу этот вопрос. Давайте, давайте, давайте. Вы понимаете, наверное, ведь задача школы, конечно, это образование, да, но именно к детям мигрантов, наверное, да, важнее, чтобы они адаптировались в нашу жизнь. Чтобы они жили, жили в нашем обществе, адаптированные в наше общество. Не мы, да, большое общество, в их маленькое общество, а именно они адаптировались к нам, чтобы они же вели точно такой же образ жизни, когда у них были те же ценности и так далее. Вот это, наверное, самое главное. В Израиле, вот, например, привели примеры, в Израиле там год дается на изучение языка. Да, то есть чисто человек изучает язык. Ему ровно год дается только на изучение языка. Он больше ничем не занимается, только изучением языка. Есть такой опыт. Но у нас, я так понимаю, что у нас же есть миграционная служба, и, насколько я знаю, они должны там давать вид на жительство или гражданство после того, когда человек сдаст зачет по языку и по истории. Вот, наверное, больше вопросов к миграционной, наверное, в этом вопросе к службе, да? Почему, как же так получается, когда ребенок еще что-то, например, приходит, что-то говорит на русском, а родители вообще не говорят. И общаешься, чаще всего общаешься с родителями через ребенка. Я понимаю, у меня, да, двое вьетнамцев учились, уже тоже выпустились, да, и там родители тоже не говорили на русском языке, зато дети на чисто русском, и через детей я общался с родителями. То есть, и сейчас бывают и такие дети, родители, с которыми приходится заявление написать, например, там, скажем, на то же там бесплатное питание, да, стоит родитель рядом, ребенок за него пишет это заявление, потому что родители не могут. Мы сейчас, я вас спросил о том опыте, первое, в общем, зарубежном, внешнем, который вы считаете, ну, или не эталоном, но близким к нему, да, удачных решений. А примеры образовательных систем, где этот вопрос провален, там, да, или намного слабее, чем у нас? Можешь привести? Где вот эта проблема адаптации детей, ну, или она, ну, как-то не разработана? Да, наверное, не то, что они провальные, просто есть системы, где более просто жестко стоит вопрос, просто ставится, и все, там, я не знаю, какой опыт, почему принять? Если мы говорим о том, что жестко ставится вопрос, в 2021 году, в марте месяце, наш президент Владимир Владимирович Путин, мне кажется, жестко поставил вопросы по отношению как раз к этой проблеме в нашей стране, потому что все-таки объемы миграции, да, растут, а проблема не решается, все держится вот на таких замечательных педагогах и директорах, как наш Сергей Николаевич, вот, вот, и после выступления Сергея Кравцова, нашего министра просвещения, который говорил как раз о том, что делается, да, как решается этот вопрос России, он говорил о том, что сейчас в странах Центральной Азии, с которыми стали очень активно сотрудничать, да, продолжая, кстати, тот вопрос, который вы задавали, но я на него хотела ответить, но мы перечнем на другую тему, что делается, приглашаются ли специалисты к нам, или как. Так вот, Сергей Кравцов говорил о том, что как раз наоборот, наши специалисты сейчас едут в страны Центральной Азии, создают там ресурсные центры по изучению русского языка, русские классы, русские школы, курсы повышения квалификации в вузах, вот, это первый момент, и второй момент, он говорил о том, что разрабатываются системы оценки особых образовательных потребностей приезжих учащихся и программ подготовки педагогов. Это было в 2021 году, в марте месяце. Владимир Владимирович, услышав этот доклад, тоже высказал свое мнение, он сказал, что должна контролироваться доля мигрантов в школах, то есть нельзя их как-то концентрировать в одной школе, да, потому что есть горький опыт других стран, где создавались вот такие анклавы, ну, та же Франция, где создавались мигрантские школы из бывших обычных школ, и местным учащимся приходилось просто оттуда уходить, или они там становились уже чужими среди своих. Вот, и поэтому он посоветовал, порекомендовал долю мигрантов фиксировать по школам и по классам, и это будет как раз условием успешной их языковой и культурной адаптации, по мнению нашего президента. Вот, кроме того, обсуждался вопрос о том, что нужно официально вести учет этих детей, потому что многие дети не охвачены школьным образованием. И такое есть, на рынок сходите, увидите массу детей болтанчистых. И до 2025 года будет создаваться вот такой электронный регистр, база учета и взрослых мигрантов, и детей-мигрантов. Вот так, поэтому год прошел, что на сегодняшний день мы имеем? Я думаю, что Сергей Николаевич тоже что-то скажет, да? Я, по крайней мере, посмотрела перед тем, как пойти на передачу, сайт Министерства образования, РТ, и увидела, что там висят, есть отдельный раздел работы с детьми-мигрантов, работа с иностранными учащимися. И вот на этом сайте я увидела методические рекомендации по организации языковой адаптации детей-мигрантов в школах. Я проанализировала этот документ. Там есть входные диагностики, текущие диагностики, итоговые диагностики уровня владения языком детьми-мигрантов, которые учителя и администрация школы может использовать. Кроме того, там прописаны формы, да, формы организации языковой адаптации, модели организации языковой адаптации детей в школах. Это адаптационные классы. Второе, гибридные, да, обучение, когда дети и учатся, да, на курсах, допустим, или в кружках языковых, и в то же время присутствуют в обычных классах. Или же инклюзия, которая в основном сейчас в школах у нас и используется. Вот, но там не оговаривается, а кто должен этих детей. И на всех, все эти три формы обучения предполагают, да, то, что должны быть специалисты, те же специалисты, русисты, которые владеют методикой, да, специалисты, которые владеют методикой изучения русского как иностранного, обязательно. Ну и, конечно, финансирование нужно для этих специалистов. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов, но то, что уже сдвинулось с места, это хорошо. Сергей Николаевич, как на уровне школы? Дошли до вас эти рекомендации? Мы на сайт Министерства образования заходим, мы и сами участвовали в проекте, он так и назывался. И мы сейчас работаем над ним еще, мы его приняли три года назад, он рассчитан на пять лет. Это, он называется, адаптация детей-мигрантов в образовательную среду. Мы над этим проектом работаем, продолжаем работать. То есть вы правильно сказали по поводу сосредоточения в одной школе или не в одной школе. Если раньше, да, там только, когда я пришел в школу, там, например, берешь ребенка-мигранта, сажаешь в класс, и там никто не говорит просто больше, там, например, скажем, на узбекском. Только он один, и ребенок вынужден, он не может сидеть и молчать, он вынужден общаться. И буквально месяц он заговорил, да, это погружение в языковую среду. Но если в классе три-четыре узбека, этот процесс затянется на многие годы, потому что они будут разговаривать на своем родном языке. И когда я вот с родителями разговариваю, я все время рекомендую дома разговаривать на русском. Он не забудет родной язык, где-то не понимает, где-то с жестом, где-то чего. Но если вы будете дома говорить с ним на родном языке, и он еще имеет друзей в школе на родном языке, это вот, это уже действительно иностранец получается. И потом процесс языковой адаптации легче, конечно. Это дошкольное образовательное учреждение, начальная школа. А если пришел ребенок в 14 лет в школу, не владея языком, это очень сложно. Ну, все равно, и таких вы, я вот привозил пример, в седьмом классе привели. На чистом, говорит, уже женатый, свой ребенок уже, к вам тоже приведу своего. Ну, смотрите, российская система образования стихийно нам, да, вот в силу своей природы, особенностей ее формирования, она выбрала модель, которая, знаешь, инклюзивная, да, когда ребенок с мигрантским фоном попадает в класс, там он адаптируется по мере сил и возможностей с помощью учителей, с помощью общения. А как это сказывается на самом классе? То есть появление одного ребенка, на которого требуется дополнительное внимание учителя, на который требуется, который отстает, на первых этапах однозначно. Что происходит с классом? Он тоже просаживается? Да нет, это и есть педагогическое мастерство. Если ребенок совсем не говорит, да, и он сидит, он у нас, смысл, да, учитель будет объяснять материал, а он будет сидеть, он все равно ничего не понимает. Смысл тогда, какое образование индивидуально дали, так, ты вот отсюда, вот отсюда, вот это вот перепиши, перепиши, и постарайся вникнуть, что тут написано. А в конце урока мне расскажешь, что это, что ты там переписал и что ты прочитал. И вот ребенок, да, весь класс занимается, а он сидит, индивидуально работает после урока, с ним, с этот, там, в перемену. Ну, ага, молодец, переписал. О чем говорится? Вот о том, о том. Вот это вот и есть. А потом постепенно, постепенно, когда он начинает говорить, он уже начинает слушать и внедряется. Это не то, что там, ага, вот ребенок-мигрант сидит, учитель бросает всех детей и только с мигрантом занимается. Так не бывает. А проблемы еще могут быть с конфликтами, междунациональными конфликтами, внутри класса, внутри школы. Это проблема или нет? Вы, во-первых, по опыту, у вас, конечно, школа в каком-то смысле... Ну, всякое бывает, вы знаете, и было, вернее, было на первых этапах, всякое бывало. Причем конфликтовали не с коренными, скажем так, да, с нашими ребятами, а между собой, между собой. То есть Армения с грузинскими, о, с азербайджанцами? Узбеки и киргизы между собой. То есть они тащили в нашу школу еще... Был конфликт, я не говорю, что полностью там был конфликт, да, был конфликт у нас такой, мы быстро это делаем, пригласили... Как такие конфликты разруливаются? Председателей диаспор пригласили, у нас есть Дом дружбы народов, там есть диаспор, председатель диаспоры и узбекской, и киргизской, прекрасные люди с ними. Ну, может быть, тогда там не между этими, был между азербайджанцами и узбеками был, не киргизами, конфликт. Пригласили тех и тех, быстро все разрулили, все, конфликт погасили. А конфликт начался не среди детей, а среди родителей, а перекинулся на детей. Такое вот, я говорю, воспитательный процесс, он, наверное, должен идти чуть-чуть впереди, чем образовательный. Вы в своих исследованиях отмечали такие вещи. Видели такие проблемы? Да, я зачитаю просто. Пять фраз, с которыми чаще не соглашались опрошенные учителя. Дети мигрантов недружелюбные, плохо идут на контакт с другими детьми, учителем. Они общаются только со своими. Дети мигрантов агрессивные, из-за них возникают конфликты в классе. Дети мигрантов ленивые, нет тяги в учебе. То есть, это фразы, с которыми чаще всего не соглашались учителя. Нет, нет, я тоже сижу, я думаю, вы наоборот скажете. Я прям сижу, думаю, не соглашались учителя. Это массовые вопросы. Да, результаты массовых вопросов. Мы обозначили нашу программу опыта Татарстана. Сергей Николаевич, наверняка вы общаетесь с учителями, с директорами школ из других регионов. Конечно. Чем опыт Татарстана по работе с учащимся, с миграционной историей, миграционным фоном, отличается наш опыт от тех регионов, с которыми вы общались, с представителями тех регионов, с которыми вы общались? Есть ли там отличия вообще? Я особого отличия не вижу. Может быть, у нас все-таки вот республика, я всегда и детям говорю, да, что Казань это вообще Иерусалим. Только в Казани можно увидеть, да, минарет, муа зовет на молитву, а напротив колокола звонят, да, и никто никому не мешает. Вот настолько толерантно все, вот настолько, вот, наверное, вот эта вот среда Татарстана, да, она и сказывается на то, что у нас эта работа легче идет, чем в других регионах. И данная статистика, она и должна быть лучше, потому что у нас настолько мы долго живем, тысячелетиями так живем, понимаете, и сама среда у нас, вот вы говорите, как вы создали эту среду, да она уже была сама, основа-то создана, ее просто надо было поддержать чуть-чуть и все. У нас просто многоконфессиональные, настолько у нас народ, он терпим к любым национальностям. И Татарстан это особенная среда, а Казань это вообще, я говорю, я когда съездил в Иерусалим, потом приехал в Казань, и дети сказали, да, в Иерусалим это та же самая Казань. Поэтому, наверное, вот в этом плане нам проще работать, чем другим регионам, да, в других регионах там, да, о, да, о, там это бывает такое, да, что там... То есть нам завидуют? Да, да, нам завидуют. Можно позавидовать и другим регионам. В чем? Например, я изучала опыт Калужской области, очень интересный. Вы не слышали, Сергей Николаевич? У них есть там проект, одинаково разные. Нет, да? Не знакомо. А в Калужской области тоже очень много мигрантов, там у них сейчас этот регион очень развивается экономически, поэтому, естественно, мигранты туда едут деньги зарабатывать. Вот, и в школах сидит очень много ребят, которым нужно помогать. И молодые учителя выступили энтузиастами, выпускники педагогических вузов. Они как-то им удалось, вот, диаспоры национальные и органы, значит, образования, государственные органы образования как-то соединить между собой, да, и создать вот этот фонд, причем всю эту работу контролирует глава их региона, и создали фонд для помощи вот таким школам и таким детям. Что они делают? Этот опыт надо изучать, и дальше можно применять и в других регионах. Они, во-первых, готовят специалистов, надо начинать все-таки со специалистов, должны быть специалисты, да, то есть обучают специалистов, под это дается финансирование. От каждой школы, которая нуждается в этом, берется два учителя, как правило, учитель начальной школы и учитель английского языка. Учителей русистов не привлекают, поскольку считают, что они лучше справляются с традиционным русским языком. Вот, и также, значит, один специалист, педагог-психолог. Они проходят курсы повышения квалификации в Москве и изучают как раз методику преподавания русского языка как иностранного и программы по социальной адаптации приезжих учащихся. Дальше организуются вот такие курсы языка, где дети обучаются, да, причем это вот такое гибридное обучение, какой-то интенсив языковой проходит, и тут же их по результатам тестирования сажают в обычные классы. И они закупают учебно-методические пособия, да, проводят различные культурно-массовые мероприятия, то есть вот так очень целенаправленно занимаются приезжими учащимися, то есть помогают в школе, и все вместе, все дружно. Вот, и считается, что это наиболее такой интересный опыт и модель адаптации детей с миграционной историей в России, и, скорее всего, этот опыт будет транслироваться на другие регионы. Надо познакомиться тоже, обязательно посмотрю. Спасибо. Такой момент. Вот мы уже все тут дружно сказали, что нам завидуют, и настало время... Кстати, ресурсы. Я могу сказать о ресурсе Татарстана еще тоже, который можно использовать. И наш опыт, не только Калужской области, да. Но у нас все-таки своя специфика, вы совершенно правильно сказали, то, что это мультикультурные регионы, то, что у нас в классе сидят дети разных национальностей, да. Это не исключение, это просто у нас в порядке вещей, да. Но я считаю, что является ресурсами. То, что, во-первых, к нам в Татарстан все-таки едут выходцы из Центральной Азии. Они же не случайно к нам едут. Они там в Тамбовскую область, такие исконно русские области, Рязанские области. Они едут к нам, потому что они знают, что вот здесь живут татары, башкиры, которые, да, примерно... У нас общие тюркскоязычные народы, у нас общие религии, да, у нас много общих традиций, да. Вот. Это целенаправленно выбирают такой регион. Вот. В школах, как правило, в каких они учатся? Они учатся в школах национальных или в татарских классах. Выбирают татарский. Так? Так ведь? Ну, чаще, да. Чаще, да. У нас русско-татарская школа, то есть... Ну, татарские классы же у вас есть? Да, есть. Вот татарские классы выбирают. Почему? Потому что, во-первых, дети знают татарский язык, учитель знает татарский язык. И татарский язык здесь посредник, да, при обучении русскому языку. Является посредником. Совершенно верно. Вот. Потом, что еще? Татарский язык. У нас классы татарские делятся на уроках русского языка на подгруппы. Да. Я правильно говорю? Да, да. На подгруппы. Вы понимаете, что в малых группах легче изучать язык. То есть это же тоже для детей с миграционной историей тоже, да, облегчает, облегчает вот эту языковую адаптацию. Во-первых, через язык, через тюркский, через татарский язык легче. Они быстрее адаптируются, гораздо. Я говорю уже, вот, самое тяжелее всего адаптируются таджики. Вот у них фарси, да. Они тяжелее всего. Они тяжелее всего. Здесь уже татарский не поможет. Здесь не только язык. Здесь не только язык. Здесь и образ жизни, и культура немножко другая. Другая. Все другое. Да. Хотя таджиков у нас тоже очень много, конечно. Очень много. Очень много. Но религии зато общие. Они гораздо тяжелее адаптируются, чем другие национальности. Самый такой вот всегда бывает. Резидорфельна, вы очень интересный момент сказали. Вы прочитали ответы на вопрос, который давали учителя. То есть, сейчас я... Когда они говорили, что... Вот эти пять пунктов вы обозначали. Когда они говорили, что нет. Там у нас много лет. Дети не такие. Или как там это было? Может быть, сейчас напомните даже, чтобы... Чаще не соглашались. С чем не соглашались, да. С чем не соглашались ваши респонденты? Я уже зачитала, да. А с чем не соглашались? Какой-нибудь интересный еще момент. Вытащите оттуда. С чем они соглашались, когда вы их спрашивали о детях-мигрантах? Что это дети... Давайте, наверное, самый интересный факт. Такие же дети, как и наши, как вы говорили. Да. Прям ваши слова. Они абсолютно одинаковые. Такие же дети, как и наши. Проблема только с русским языком. Дети очень воспитанные, уважительно. Тот старшим своим родителям, учителям. Дисциплинированные, старательные, трудолюбивые. Быстро адаптируются, стараются выживать, как могут. Эти дети достаточно шустрые, бойкие. И участвуют активно в жизни класса и школы. Ну, и так далее. Вот в данном случае мнение о детях. Вот вы сейчас общаетесь с журналистами. Проклятие журналистов в том, что мы ищем плохое. Да. Это наше проклятие. И бездокумает. Это наше проклятие, за которое нас потом Бог наказывает. На самом деле... Вот сейчас я хочу плохое, срежу Сынеку. Неплохое. Я просто хочу перечислить те мнения. У нас был такой вопрос, открытый вопрос для учителей. Сейчас я его зачитаю. Как вы думаете, какие меры на государственном уровне необходимы для успешного обучения и адаптации детей с миграционной историей в школе? Зачитать? Да, давайте. Я думаю, что это будет полезно услышать всем. Прохождение подготовительных курсов русского языка до поступления учащихся в школу, как для дошкольников и студентов вузов. Диагностика уровня знания русского языка и общей успеваемости иностранных учащихся при приеме в школу. Равномерное распределение учащихся мигрантов по классам. Распределение иностранных учащихся по классам не по возрасту, а по уровню знаний русского языка и общей успеваемости. Разработка единых требований в содержании обучения детей и мигрантов со странами СНГ на основе анализа образовательных стандартов разных стран. Вести меры по урегулированию притока и оттока учащихся мигрантов в школе. При формировании рейтинга в школу учитывать долю обучающихся мигрантов. Необходимо официально утвердить статус детей и мигрантов в школе как учащихся с особыми образовательными потребностями. Введение тютерства, педагог-посредник, носитель языка для психолого-педагогического сопровождения иностранных учащихся в школе. Создать больше возможностей для принятия детей и мигрантов в дошкольные учреждения и прохождение языковой адаптации в более раннем возрасте. Подготовка студентов, будущих педагогов для работы с иностранными учащимися в школе. Курсы повышения квалификации для педагогов, работающих с такими учащимися. Планирование учебной нагрузки учителей с учетом работы с иностранными учащимися. Оплата за дополнительную работу. И очень хорошее мнение. Создавать в школе условия для сохранения языковой идентичности иностранных учащихся. Например, изучать свой язык на уроках родного языка в кружковой работе. Другими словами, в ходе вашего исследования, в ходе опросов учителей, вы, по сути, пришли к программе, которая была бы принята на государственном уровне. Ну, в общем-то, она бы... Знаете, что бы она сделала? Учителя бы получили все плюшки от работы с детьми с миграционным фоном истории. То есть, как ответственные, дисциплинированные, уважительные отношения, выполнение... Ну, там, уборка класса. Я думаю, вот нашим детям сейчас уже не доставишь, а там, я думаю, вообще проблем нет. Да? И просто уважение учителям, которые наши уже так не испытывают. И убрали бы все недостатки, связанные с этой работой. То есть, в виде русского языка, незнания. Да, да, да. Если бы языковой, чтобы не было никаких проблем. Дети-мигранты, вот я вот слушаю, да, там, уважительное отношение к этим, да, к старшим, да. А сейчас вот, когда дети уже адаптируются, да, и частенько сталкиваюсь с такой проблемой, да, когда, например, там, мама или папа ребенка отчитывает своего... Ребенка отчитывает меня в кабинете, и у нее такая фраза. Сергей Николаевич, он теперь ведь со мной спорит, он мне перерекается со мной. Я на отца глаза боялся поднять. Ребенок адаптировался. Адаптировался. Именно, адаптировался в нашу среду. Ну, понимаете, да? Вот даже вот простой пример, он вроде отрицательный пример, но это тоже элемент адаптации. Ну что же, вот на этой ноте мы завершаем наш разговор. Я хочу еще раз представить наших гостей. Это Сергей Николаевич Овчинников, директор школы, средней школы номер 13 в городе Казани. И Реда Арфаэльна Харудинова, руководитель научно-образовательной лаборатории «Миграционная педагогика». В рамках Института психологии и образования Казанского федерального университета. Я ведущий, журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова